Всем приветики, дорогие друзья! С вами Катя Беларусь. Сегодня я покажу выходной влог. Покажу, как проходят выходные дни с моей доченькой Настюшей и двумя нашими собачками Чихуахуа. Живем мы вот в такой вот небольшой комнате. Живем у моей мамы. Здесь шкаф, кровать и два рабочих места. Мы проснулись, и сейчас у нас будет завтрак. На завтрак у нас будет овсяная кашка, булочки, Настюшина любимая сосиска в тесте и пицца. В общем, мы любим хорошо покушать. А тут мы уже собрались идти на улицу. Зайдем в кое-какое место. Оставайтесь с нами. На улице классная погодка, мороз и солнце, день чудесный. И мы взяли саночки и едем в то самое место, которое мы так давно хотели. И вот мы пришли сюда. Да-да, мы пришли в парикмахерскую. Сегодня будут Настюши делать стрижку. Мы очень давно хотели ее подстричь. Посмотрим, какой будет результат. Вот такая классная стрижечка получилась у Настюши. Как вам? Мне кажется, очень красиво, современно. Напишите в комментариях ваше мнение. А мы садимся в санки, укутываемся и по морозу едем решать все наши дела. Потому что супруг до сих пор не отдал мой автомобиль. И, кстати, развод у нас уже совсем скоро. 23 февраля. Мы пришли в Валбери, чтобы забрать все наши покупочки. Там я заказала много чего Настюше с одежды для детского садика. А здесь мы встретили классную собачку по имени Бентли. Настюше здесь я заказала подарочек. Она давно очень это хотела. И я ей пообещала это подарить на Старый Новый Год. Падам! Ну как? Класс! Ты довольна? Это кукла-парикмахер. Теперь ты будешь мучить не мамины волосы, не игрушки, а вот что. А здесь мы пришли уже домой. Голодные, холодные. Быстрее сели кушать. Кушаем мы тушеную картошечку. Настюшка кушает колбаску, которую ей передал дедушка Вася, мой папа. Он живет за 300 километров от города Минска. Пьем мы его также компотик. Он специально собирал ягодки, чтобы мы зимой пили компотик. Посмотрите, Настюша мне дала попробовать дедушкину колбаску. Как она пырскнула! Вот это смешной момент получился. Но она очень сочная, очень вкусная. А мы, кстати, заходили в продуктовый магазин. Но я уже это не снимала. И купили на десерт нам мороженое. Два носа тут как тут. Как всегда. Есть и еля тут как тут. А у нас уже вечер. И мы решили пройтись, прогуляться с нашими собачками. Одеваем их, утепляем. И заодно зайдем в зоомагазин. И купим им кормик. Потому что у них уже закончился. Представляете, очень милая девушка Анастасия, которая работает в ветмагазине. Она угостила наших собачек вкусняшками. Правда, еле не хотела брать из рук. А Аеся с удовольствием все кушала, чавкала. Все, что ей дают. Сегодня мы купили вот такой вот корм. Юника Натура. Купили вкусняшки. Такие же тибитовские. Лакомый кусочек. Косточки жевательные. И также рыбкам нашим корм. Мы пришли домой. И на ужин у нас домашняя пицца. Настюша очень любит пиццу. Собачки тоже сидят в ожидании какого-нибудь кусочка. Ну что, а сейчас время распаковки подарков к Старому Новому Году. Вот такую вот Настюше шапочку мы купили. Что еще? Вот такая вот книжечка с Новым Годом. Шмяк. Настюша собрала уже почти всю коллекцию шмяков. Ой, как миленькая ей в шапочке. Посмотрите. А здесь быстрая распаковка. Да, быстрая распаковка подарков. Кто же знает, что необходимо доченьке? Конечно же, мама. Это вот такие вот расчесочки для пробора. Здесь у нас пташки. Пташки это сажать травку. Челочка такая растет. Здесь кофточки в садик. Розовенькая такая в сердечке. Веська тут, как тут. Настюшке очень понравилась эта шапочка с мехом. Вот такая вот белая кофточка. Все тоже в сердечке. И, кстати, носочки тоже в сердечке. Вот так вот, дорогие друзья, у нас прошли выходные. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Всем пока-пока.